Привет, братцы рыбаки! Собираюсь на рыбалку на карасиков. Похватился, что нет грузи, решил не покупать, а вспомнить старинный способ и вылить их самому. Сделал такую из гипса форму. В общем, вот конечный результат. Это дробинки у меня получились, скользящий грузик, это для донки с вертлюжком, это обычный для кормочков. Если вам стало интересно, как я делал такие грузики, то предлагаю посмотреть мой видеоролик. Решил я себе немного пополнить рыболовный чемоданчик грузилами и сейчас займусь битьем гипс. Для этого я сделал из пластилина вот такие вот формы. Это будет скользящая грузила, также из пластилина расставлена ушная палочка. Ну это вот для обычной поплавочной удочки сделаю дробинки. Также мне потребуется для изготовления вода, строительный гипс, ложечка, свинец, чуть-чуть растительного масла. Смазывать заготовки, чтобы они не прилипли. Кусок картона, я его заранее так вот вырезал. Ну и бумажный скотч. В пластилин сразу же вставлю ушко. После того, как вылепил форму, смочил пальцы водой и загладил, как видите, чтобы было более-менее все ровненько и гладко. Разрезал вот так вот в коробочку. Согнул ее. Сейчас ее надо скрепить. Вот такая вот коробочка получилась. Теперь займемся разведением гипса. Гипс надо будет разводить два раза. Первый раз залью пол формы, выложу заготовки, потом следующим слоем заполню форму до конца. Чтобы гипс развелся отлично, запомните, надо не воду добавлять, а именно гипс в воду. И по чуть-чуть ложечкой просто его равномерно рассыпаем. Еще одно свойство гипса, пока вы его не будете перемешивать, он в реакцию не вступает. Поэтому добавляйте, только после этого начинайте перемешивать. Примерно должна получиться масса по консистенции, как густая сметана. Что-то типа вот такой вот не сильно жидкая, не сильно густая, потому что если сделать сильно густую, то гипс очень быстро застынет и может не успеть выложить в форму заготовку. Вот такой состав получился по густоте. Теперь его нужно перелить в форму. Ну и чтобы вышли пузырьки, так вот чуть-чуть необходимо прихлопнуть, постучать. Дальше берем наши формочки и смазываем маслом. Делается для того, чтобы при застывании они не прилипли к гипсу. Ну и выкладываем. Притапливаем где-то до середины. Где толстый край отсюда буду заливать. Так вот это все примерно получилось. Надо будет еще развести гипс и залить форму до конца. Также, пока совсем не застыло, для удобства можно сделать что-то типа направляющих обычным сверлом. Туда также копнуть масло. На самом деле все очень просто и быстро делается. Вот что получилось. Пошел разводить очередную партию гипса, а это пусть застывает. Ну вот развел опять гипс. Теперь всю-всю формочку, верхний слой, также надо смазать маслом, чтобы ее потом можно было легко разъединить. В детстве таким же способом мы делали солдатиков себе. Все хорошо промазан и быстро-быстро начинаем заливать. И точно так же немного постукиваем, все разравниваем. Все, друзья, теперь ждем застывания гипса и продолжим дальше. Когда гипс уже схватился, можно раскрыть форму, чтобы он быстрее высыхал. И сушим дальше. Теперь уже сушим до полного высыхания, потом только будем вскрывать. Что ждем? Сразу же сниму острые кромки в дальнейшем, чтобы было удобнее работать. Так, ну вот, чуть-чуть гипс подсох. Вот так вот я его раскрыл. Здесь косяк получился. Рано начал открывать, он еще сыроватый. Ну ничего страшного. С этой стороны сделаю заливку. Теперь надо, чтобы он вот в таком состоянии абсолютно полностью высох. Но это надо несколько часов ждать. Сразу же развлекаем пластилиновые формы. Достают они вообще довольно-таки хорошо, благодаря тому, что я их смазал маслом. Теперь надо сделать прорези для литья и какие-нибудь выходы, чтобы выходил воздух, чтобы при заливке свинелок не стрелял. Как я делать не обязательно, это можно сделать спокойно обычным ножом, канцелярским или кухонным. Вот что-то такое получается. Сейчас доделаю и продолжу. Также сразу делаю выход для воздуха, такую, скажем, тоненькую-тоненькую черточку. Вот этот уголок, который отломался, позже я сюда приклею. Чтобы удобнее было заливать большим сверлом, чуть-чуть развальцовываю заход для заливки. Форма высохла. Сейчас будем делать пробную заливку. То есть вот это вот будет обычное грузило с ушком. Вот это вот грузило для донки с вертлюшком. Это будут для удочки дробинки. Это скользящий грузик. Сюда вот поставил кусочек зубочистки. Она по диаметру как раз как идет ушная палочка. После зубочистку достану, вставлю ушную палочку. Будет скользящий груз для удочки внутри с отверстием. Ну это в теории. Сейчас посмотрим, что будет на практике. Поспешил. Вчера начал открывать. Отломил вот уголок. Пришлось его приклеить. Здесь вот специально подписал, что есть что. Так вот закрываем и начинаем плавить свинец. Зафиксирую резинками, чтобы при заливке не раскрылось. При заливке свинца будьте очень аккуратны. Первые грузила могут получиться и не совсем идеальные, так как все равно еще может где-то влага, что-то было. Но поверьте, лью таким способом не первый раз, потом все будет отлично. Сейчас посмотрим результат. Струбцинку ставил, чтобы форма не упала. Да нет, практически все получилось. Сейчас извлеку, пооткусываю лишнее, покажу готовый результат. Вот это вот с вертлюжком только, которое грузило. Чуть-чуть в конце стрельного. Вот такая вот небольшая ямка получилась. Но это ничего страшного. Способ вполне рабочий. Ее и так не первый год грузила. А чтобы форма служила вам намного дольше, можно гипс разводить ПВА с клеем. Тогда она будет намного дольше служить. Теперь все лето можно ничего не покупать, а по мере необходимости пользоваться такой формой. Сейчас лишнее обкушу. Сейчас лишнее обкушу. Вот такие вот грузелочки я лил в первый раз. Решил, так сказать, попробовать. Но вполне. Их останется сейчас вдоль разрезать до середины, разделить. Ну, как вы видите, в принципе грузило получилось вполне достойное. Вот это вот только маленько закосячилось. Вот так вот слегка все заусенцы убираем. Такой вот грузик получился. Тоже готовый. Теперь этот сейчас обработаю. Тут просто вот этот вот краешек скруглить и все. Вот такие вот дробиночки получились. В данный момент я с ними ничего делать не буду. Это все так же делается легко на берегу. Их просто вот так вот нужно пооткусывать. А потом аккуратненько ножом острым делать разрез. Так вот их удобно транспортировать. Так что пусть так лежит. С вертлюжком груз. Вот обычный грузик для донки. С таких я делаю кормочки. Ну и осталось вот скользящий извлечь палочку. Чем сейчас и займут. В общем немного помучился, помучился. Пришлось дрелью просверлить, высверлить палочку. Так что в следующий раз буду делать не на зубочистках, а на гвоздиках. С гвоздиков удобнее вытаскивать. Палочка просто вся раскрошилась. И я ее не смог оттуда извлечь. Ну а теперь вот так вот вставил кусочек ушной палочки. Немного края откусываю. И зажигалочкой так вот подогрев, приплюснул. И с другой стороны также. Подогрев и расплющил. Вот такие вот грузики у меня получились. В принципе результатом я доволен. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось ставьте лайки, кому не понравилось ставьте дизлайки. Что-нибудь пишите в комментариях, предлагайте. Всем пока и до новых встреч.